привет всем ну что затестим сегодня инспайро посмотрим как летает ну и для начала давайте конечно же устроим быструю сборку за кабаном сразу посадочку сделаем блин не пойму над тобой нет я солнце слепит не могу так он должен автоматом свои лапы все автоматически он определяет что внизу уже земля и готовится к посадке круто классно не надо заморачиваться с складыванием раскладыванием поднятием этих винтов все делает сам так драк рейтинг раз два три блин ну ты вверх давал но я тоже вверх уходит блин больше так пора садиться все одна минута осталось лети сюда инспайр ну короче инспайр вообще просто бешеный по скорости обалдеть как ну если ответить на главный вопрос купил бы ли я его себе если бы имел на него деньги то наверное бы нет все таки это рабочий квадрокоптер который используется в кинематографе а не как любительский который мы будем брать с собой на пикник или в отпуск все-таки объемная достаточно коробка да и плюс время подготовки к полету занимает приличное количество времени но из-за его размеров у вас уже не получится подлететь какой-то секретной базе незамеченным потому что его видно реально издалека и слышно примерно так же на текущий момент инспайр стоит ну плюс-минус 280 тысяч рублей моей комплектации и я свободно летаю над водой потому что диджай в принципе я им доверяю меня ни разу не подводили ну и чтобы оценить габариты данного квадрика я решил погоняться за тачкой на нашем небольшом треке замечу трек небольшой поэтому развернуться ему здесь реально проблематично и это я оценил да вот тут мы чувствуем что квадрик у нас достаточно большой что ему требуется время на остановку на повороты а еще при этом нужно держать тачку в кадре это оказалось сложно и на том же мавике или фантоме я выполнил бы эту задачу намного проще но на инспаре я бы смог иметь второго оператора то есть я управлял бы дроном он бы камерой подвесом крутил бы и снимал тачку и мы бы отлично бы сняли ее лучше чем каким-либо мавиком в этом конечно есть плюс инспайра так на чем мы остановились на его габаритах друзья мои вот чем он мне не понравился так это тем что он очень подвержен качению ветер то есть там где мавик висит плюс-минус нормально инспайра трясет конечно его трехвсевой подвес все это компенсирует и в камеру мы это не видим но визуально трясется он прилично ну и конечно же главная фишка инспайра это то что у нас независимо камера вращается от вращений нашего квадрокоптера но здесь нужно использовать конечно же второго оператора чтобы полноценно оценить данную фишку вообще у инспайра меньше функций чем у того же мавика или фантома но основная у него spot light pro которая позволяет примеру начать слежение за объектом с определенное место то есть допустим за выезжающим автомобилем из тоннеля в принципе работала бы достаточно удобно и самая основная фишка инспайра состоит в том что у него есть курсовая камера да вот так вот она выглядит то есть она всегда направлено строго по направлению движения нашего квадрокоптера и также имеет стабилизацию то есть мы можем лететь куда хотим ну как будто на самолете смотрите мы летим и в то же время наша основная камера на трехвсевом подвесе следит за нашим объектом мы можем облетать какие угодно препятствия съемка будет вестись четко отслеживаемого объекта к примеру активируем active track и попробуем следить за данным автомобилем который я случайно нашел в поле включая миспайр здесь сам конечно может лететь я полностью следить за ним все это работает можно переключиться на курсовую камеру и смотреть как он летит то есть он летит прямо а наша подвес смотрит влево вниз на тех же фантомах и с мавиках это будет работать по-другому потому что они будут лететь уже боком и если нам вдруг понадобится лететь в какой то местности ну скажем так не в таком поле где находимся мы а там где полно деревьев или здание или еще что то то мы можем управлять полностью нашим квадрокоптером облетать любые деревья любые препятствия подниматься вверх вниз наша камера строго следит за автомобилем и мы получаем отличную картинку заметьте при этом я все это делаю один я не пользуюсь услугами дополнительного оператора то есть я лечу облетая любые препятствия а нижняя камера у меня снимает и держит машину в центре кадра это реально круто поэтому вот здесь inspire конечно большой плюс что мы можем летать в замкнутых пространствах и отслеживать объект скажем так в одиночку моей бюджетной версии inspire установлен подвесы камеры зен юз x4s который отлично снимает и подвес справляется со своей задачей также отлично никаких зависаний никаких глюков никаких подергиваний чего такого не происходило как бы я не летал на испаре а летал я по разному то есть сколько бы я его не закручивал в разные стороны сколько бы я не летал в спорт режиме с резкими разворотами он всегда отрабатывал на пятерочку ну даже если вы возьмете вот так руки попрощать попрощайте его что в принципе вы видите что картинка четкая но это на самом деле не о чем испытание с такими испытаниями справится большинство квадриков а вот в спорт режиме с резкими поворотами inspire отработает на пятерку напомню что на inspire можно повесить две камеры это зен юз x4s и зен юз x5s x5s стоит в три раза дороже чем 4s но снимает картиночку 5 и 2к 30 кадров в секунду с бешеным битрейдом то есть там мы получим отличную картинку плюс возможность менять объективы ну что вам еще про него сказать конечно же от полетов на нем я получал только удовольствие то есть снимать на нем летать это реально круто и всем рекомендую да конечно он занимает пол багажника да и у вас сборка занимает приличное конечно количество времени но когда вы на нем летите вы ощущаете всю эту массу вы ощущаете что летите не на мелком мавике а на большом inspire аккумулятор снимается очень просто то есть в этом плане здесь мне больше нравится чем на первой версии время полета сказали увеличена конечно да согласен она увеличена но увеличена не в два раза время полета составил примерно 20-21 минута вот так вот чуть чуть больше чем мавик мне кажется где-то там на минутку может вырвется и все но меньше чем на фантоме четвертом то есть это как есть вам говорю поэтому здесь масса все-таки дает о себе знать и если представить еще с инбьюз и x5s то время полета чуть-чуть еще уменьшится к сожалению ну а теперь я вам предлагаю посмотреть на то на что можно смотреть вечно нет это не на огонь а на то как inspire поднимает и опускает свои шасси вот друзья мои все ссылочки на эти в описании так что заходите выбирайте магазинчик for vision точка ру там вы найдете как inspire а так мавик так и фантом дополнительные аксессуары и все прочее заходите выбирайте покупайте квадрики для съемок снимайте снимайте себя снимайте окружающий мир выкладывайте на youtube показывать и делитесь всем пока друзья мои до встречи а